Вот так вот дуются козы доильным аппаратом. Вот доильный аппарат. Этим аппаратом можно одновременно доить две козы, либо две коровы. Либо козу и корову одновременно. В разные бочки будет зайти молоко. Козье в разное другое коровье. Коровье молоко. Это камерунская порода Ко. Вот они как бы под крышей стоят. Вот доярка пришла. Ладно, друзья. Не знаю, как вот так вот можно снимать или нет. Надо посмотреть. Я эту камеру совершенно не знаю. Там, по-моему, нет вот этого антидрожащей этой системы. Вот так. Вот доим, козы, овцы, смотрите. Надо показать хозяйство, какое оно сейчас. Вот, хлев разбомблен. Но там они как бы шарятся в другом хлеву. Там еще есть один хлев. Немного шарится, да. Уйди оттуда. Мирон, уйди оттуда. Да. Ну, этот хлев, ну, подумаем, что с ним делать. Можно устроить купаль. А можно, не, его можно сделать. Он хлев с 40-го года постройки. То есть довоенный хлев. Притом на документах это все. Вот. Он такой высокий. Крышу можно еще сделать. Еще он будет стоять. Ну. Так, вот козы. Делаем сыр. Делаем сыр. Сыр из молока. Здесь мотор валит. Так, нужно прятаться. Ну, что еще вам рассказать. Ну, ладно, что мне это расскажу. Походу, дело. Пошел дождик. Пошел дождик. И знаете, что скажу? Что вот без этого аппарата мы бы не смогли бы тупо доить 6 коз. Это жесть. 6 коз вы доить. Они много дают. Это вот будет сейчас литров 30 молока. Нет, меньше чуть-чуть. 20 литров будет молока сейчас козьего. И это руками вы доить жесть просто. Это всей семьей надо всю жизнь тратить на дойку коз. Без этого аппарата мы бы никогда ничего не держали бы, не доили бы уже. Никогда. То есть, с аппаратом это еще стало возможным. Вот. Очень пошли дожди.